Покой – это первые гектары, но независимо от засеянных площадей уже можно утверждать. Полевые работы на Гомичине начались. Сегодня на палетке посевная техника вышла в Ельском, Добрском, Житковском, Летевском, Мазевском и Петрковском районах. Практически всюду ведется подрактовка хлеба. Ильшая справа, что есть шесть шмот переувелготненных палетков, но прикладно простые день иены должны быть готовы до селбы. У сельгаз-подприемцев проблемы с этого не робить. Дядь скажут, сели хоть и ранее, но практически в сухую хлебу. Мы обычно испытываем трудности, недостатки влаги. На сегодняшний день, я думаю, этот год более урожайным скажется, хотя и запаздываем сего. Прасовный день механизатору сями гаден ранится до 20 вечера. Весна поздняя, а тому термин сябы зерневых степляя. А причатаго у середине красавика пашнецайши и сяба кукурузы, что створить додатковые нагрузки на технику и людей. Хоть сами работники сельгаз-подприемцев на напряженный график не скарзится, у речи посевная, это махчемысь добро зарабить зараз и створить задел на весь год. Коли добрский район выканая запланованная, вязковцы смогут различивать на приобщение добробыту. Старчиня райвоконкама Ольга Мохрова называя гэтые планы амбициозными. 100 тысяч тонн сборжа безудельку кукурузы. Людям надо заработать копейку, с этого люди живут, а мы должны обеспечить их всем необходимым, чтобы работа шла и получить конечный результат. Мы все работаем на конечный результат. Но кроме этого и моральное удовлетворение, что ты нужен, что от тебя многое зависит. Вот я как председатель понимаю, что люди спокойствие социальное какое-то вышли в поле, все заняты. До початку полевых работ в Добрском районе рахтовались грунтовно. До выхода на палетки сегодня готовая вся энергонасыщенная техника. За выключением одного трактора отремонтованный руховик для его привезутся в понеделок. А тому у Сябе примут удел у все машины. Сегодня без их выкористания раздельшивать на поспех немогчимо. Без сучастной техники зараз у сельской господарства никак не обойтись. Могут носить у всех этих тракторов Беларусь, когда 250 конских сил, для поравнания в всех вёстках, которые находятся на территории акционерного товариства «Червоная Будда», зараз наличивается, когда 20 коней, ни в каких масштабных работах с их допомогой. Размова, заразумела, не идея. Одночасово с початком полевых работ в районе организовано двухразовое харчевание механизаторов. В деле экономии часу стравы проводить непосредственно на палетке. Сегодня на обед у акционерного товариства «Червоная Будда», «Рассоник» и «Макароны с котлетой». Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район.